Так, а мы с вами идем в Галамарт. Вот он он. Всем привет, с вами Закупач и сегодня у нас в выпуске самая крутая канцелярия из Галамарта для школы. Готовимся к школе с Закупачем. И для начала давайте я вам покажу мерч, который вышел в Галамарте, то есть такие, знаете, брендированные товары. У них появился свой уголочек, я вам на видео показал, наверное, или лишь покажу. Походил я, походил. И вот он наш уголок мерча Галамарта. Бабаега.ком Давайте будем брать все, что есть. И вот такие подушечки в машину там можно взять. Бабки рулят. Типа бабки рулят, но вы поняли такой намек. Типа и бабки рулят, и бабки рулят. И такие бабки, и такие. Бабаега.ком О, у них что ли свой сайт даже есть специальный, надо проверить зайти. И туда у нас игрушка, подушка 25 на 25 сантиметров. Стоила она 200 рублей, по-моему, что-то около того. Или 220 рублей. Ну, подушка большая, больше, чем во всяких других магазинах. То есть за эти деньги норм. Ну и вот сколько тут канцелярии еще. По 15 рублей тетрадки. Ручки какие-то супер-пуперские. По 24 рубля. Сейчас наберем что-нибудь. Записная книжка. Запиши, пока не забыл. Записная книжка. Вот такая брендированная. 96 листочков в клетку. Тоже классная. Здесь, я думаю, мы будем испытывать ручки, которые я буду показывать скоро. Давайте мы ее отложим, записную книжку. Это у нас справочник тайной канцелярии. Ага, намеки. То есть это, наверное, уже для тех, кто работает в каких-нибудь структурах бухгалтерических. Ну, тоже обычная такая же. То есть одинаковая. 96 листов, просто другой стиль чуть-чуть. Далее идет бабаега.ком. А, еще одна записная книжка. Только тут воз хохоташе под лавкою. Любой. А, в таких старославянских стилях борзо. Я половин слов даже не знаю. Прибуйно. Лол. Лол, как это я знаю. Тетрадь общая. 96 листов. Тоже. Вот, кстати, в тетради, наверное, будет удобнее эти ручки тестировать. Так что я, наверное, тетрадь себе оставлю для теста ручек. Так, потому что ее можно отогнуть вот так. Опа. И вот так писать. И в другом стиле. То есть какой цвет вам нравится, кстати, пишите в комментариях. Черный стиль или белый стиль? Что больше? В какой тетради мне пользоваться? 96 листов. Тоже вот такая тетрадочка. Тоже они там все около 50 рублей стоят. Этельменский набор. Стоит 104 рубля. И это блокнотик. Бабки рулят. Тоже. Не хватает тут, знаете, только всяких этих календариков и так далее. Знаете, как раньше в дневниках было. И футбольная ручка. О, даже 2018. Симпотно, симпотно. Давайте затестим, как ручка пишет. Закупыч. Ну, вроде пишет. Норм, мне нравится. О, теперь я буду записывать результаты матчей. Только я не делаю ставки на спорт. Смотрите, портфель по 399 рублей. А, есть за 400 и за 300. Блокнот скетчбук. Скетчбук какой-то. Блокнот для эскизов. А, во, я понял. То есть здесь делать всякие зарисовочки, если вы любите рисовать. То есть сюда идеально, типа, вот такие листы белые. Да, они даже отличаются по качеству. Они такие мягенькие, как калечко. Прикольные такие. Я думаю, потом можно нарисовать и даже можно будет перевести на свет. Там, если вам надо будет расксерить свой рисунок. 50 листов, кстати. И вот такие брендированные вонючечки. Видите, белого и такого желтого оттенка. Ароматизатор воздуха Bubble Gum. О, они должны прикольно пахнуть. Видите, она будет пахнуть Bubble Gum, жвачкой. И океанская свежесть. Но открывать я их не буду нюхать. Стоят они 19 рублей. Я их маме с папой отвезу. У моих мам и папы раздельные машины в деревне. Поэтому одну маме, одну папе. Папе океанскую свежесть, маме Bubble Gum. Пусть радуются. Подгон из Галамарта. Ну и, конечно же, пошли маечки. Скоро привезут в магазин детские майки. Я, Милане, возьму обязательно. А пока что взял себе и жене. Вот черная майка 52-го размера мне. И белая майка. Опа! Ну что? Какая вам нравится больше, кстати? Черная или белая? Я вас, наверное, задолбаю этим вопросом. У них в Галамарте все на два цвета. Белая и черная. Но мне, конечно, черный цвет. Я в основном черный цвет ношу. О, давайте посмотрим, что тут у нас написано. Футболка 52-го размера. Белый, Россия, хлопок стопроцентный. Кстати, делают, смотрите, в городе Екатеринбург. Кстати, российский производитель. Если хотите поддержать российского производителя, покупайте такие майки в Галамарте, ходите, продвигайте в магазин в своем городе. Еще есть магнитики. Ну, магнитик я уже показывал в прошлом выпуске. У меня уже на холодильнике висит, бабки рулят. Ну и погнали смотреть канцелярию. Я уже подготовил, чтобы тестировать ручки. Первое, конечно же, пойдут у нас приколюшки ручки. Всем привет! Если кто помнит Андрея Нефедова, по-моему, у него были выпуски с такими куколками. Ну, чуть-чуть ее посадили на кол. Опа! И вот так мы открываем ручку и можем что-нибудь написать. О, пишет. Приятно, тонко, классно. Ручки лайк. Хорошая ручка. Блин, я не могу. Вот такая прикольная. Милане по-любому понравится. Такая она еще замотана ниточкой. Очень красиво выглядит. Далее в коллекцию ручку идет подарочная ручка. У них в Галмарте появились, по-моему, по 69 или по 80 рублей. Вот такие ручки подарочные. Там они именные. Но я выбрал с гороскопами. Видите, здесь написано Дева. Потому что я Дева по гороскопу. Думал, жене найти Скорпиону. Скорпион разобрали. Скорпион распространенный. Пишите, кто вы по знаку Зодиака. Еще там были имена. Но Дениса не было. Там был Александр. Там София. Кстати, были очень редкие имена. Там что-то Егория, Богдана. Вот такие, знаете, редкие имена, которые в основном не встречаются. Но вот такая ручка приятная, толстенькая. Ну, пишет чуть-чуть по-размасистей. То есть этот глянцево пишет предыдущая ручка. А этот пишет так матово. Подарю, может, какой-нибудь Деве. Например, себе. Вау! Вау-вау! Полегче! Посмотрите, какая ручка. Она, конечно, по-моему, недешевая была. Около 80 рублей. Ручка шариковая, золотое перо. Ну и вы с ней будете просто как художник. Мне даже жалко ее открывать, честно говоря. Потому что она такая красивая. Но мы же должны ее затестить. Вау! Ручка, похоже, гелевая. Потому что здесь такой гелевый наконечник, как на гелевой ручке. Причем он все равно сделан прикольно, видите, в виде бусинки. Опа! Давайте еще ключик зачем-то здесь. Как вы думаете, зачем здесь такой ключ красивый? Ну, перо шикарное. Давайте ее протестим. Такое ощущение, что я Пушкин. О, она пишет очень тонко. Очень-очень тонко пишет. То есть это прям, знаете, прям такой художественный стиль для писателей. Вау! Наверное, маме отвезу тоже. Она же там любит. У меня такие штучки все приколюшечки. Так что уберу вот сюда. Опа! Тут, правда, я чуть оторвал. Он отправляется в коллекцию моей мамы. А теперь фокус-покус. Вот такой крутой пенал за 50 рублей. Мстители. Ну, я подумал, что сейчас Мстители, вот эти крутые фильмы. Кстати, как вам это последний фильм Мстители? Я недавно посмотрел. Мне понравился. Правда, концовочка прям была обидна. За концовку обидна. И здесь, посмотрите, тут куча всяких приколюх. А, забыл. Из бабок рулят по одному рублю. Есть спички вот такие брендированные. То есть самые обычные спички по одному рублю. Где вы еще купите по одному рублю вот такие крутые спичечки? Опа! А сколько у вас стоит коробок спичек в магазине? Я, конечно, знаю, что можно купить блок именно там за 10 рублей или за 14 рублей. Но за 1 рубль именно коробок. Не знаю, где можно купить. И погнали открывать. Здесь это такое многофункциональное устройство. Стоит 32 рубля. С этой стороны здесь, видите, стерка. То есть можно стирать. С этой стороны у нас... А, здесь собирается мусор из точилки. То есть мы открываем и мусор вытряхиваем. А сама точилочка у нас вот так в сторону хоп отодвигается. Видите? И вот здесь точилка. Такое маленькое что-то, знаете, напоминает. Я не знаю, на что это похоже. Какой-то маленький робот такой. R2D2. И вот такое многофункциональное устройство. И стер, и подточил. Вот мне прям нравится такая штука. И теперь пошли у нас тачки. И это ручка для мальчиков. Вью-ху. Ну, видите, самая обычная ручка, только сделана в виде машины. Затестим ее сразу же. Ой, она пишет так потемнее. Ну, пишет тоже так прикольно. И самое главное, что у нее колеса крутятся. Да. Смотрите, можно устроить на парте, на уроке эти гонки. Мяу-мяу. Ну, кстати, очень хорошо едет. Да. Ой. Да, она отлично катается. Мяу-мяу-мяу. Так, паркуйся. Тут ручка. Дальше у нас... О, прикольная ручка, кстати. По-моему, 30 рублей она стоила. Как вы знаете, изначально, когда придумали ручки, то есть, ну, писать вот эти... По-моему, писали вот этой куриной косточкой. То есть, вот это и есть. Вот эта самая куриная косточка, как раньше делали ручки. Но не ручки там, чек как-то не писали. По-моему, тоже так же писали это пером. Только вот так косточкой. О, она прикольно пишет. Мне он нравится. Она пишет так жирно. То есть, мощно. Хорошо пишет. Отправляется в мою коллекцию Поле чудес. Такая ручка. Классная. Маркер себе взял. Маркер самый обычный. За 9,50, по-моему, он стоит. Он такой большой. Или он меньше стоил. Не помню. Это мне, чтобы на посылках писать, когда буду снимать распаковки с Китая. Мои маркеры все кончились. Мне маркер пригодится. Пермаментный. То есть, его стереть невозможно. Идеально подходит для посылок. И посмотрите, у чуда! Как давно я не видел таких ручек. Это же ручки, которые, знаете, имеют в себе много цветов. У меня раньше, когда я был маленький, была такая ручка, и там было 10 цветов. Если вы представляете, такая здоровенная ручка. Здесь у нас раз, два, три. А, здесь только три цвета. И, то есть, вот смотрите, тут красненькая. Мы жмем, и можем писать красным. Вот, только чуть-чуть расписать ее надо. Потом жмем синюю. И пишем синим. Так, остался у нас зеленый. Да, надо их расписать чуть-чуть. Очень тонко пишут, как эти, как гелевые ручки. Вот это прям, знаете, ностальгия. Прям из молодости, из моих девайсов. Была ли у вас в детстве такая ручка? Или, возможно, даже сейчас они в моде. Но я думаю, вряд ли они сейчас в моде. Но выглядят очень классно. Здесь еще какая-то фигня. Что это такое? Какая-то пипка. Зачем она нужна? А, вот еще есть какая-то, смотрите, ручка. То есть, жмешь вот сюда. О, я не догадался. Четвертый цвет, черный, наверное. Да, это черный. То есть, все-таки четыре цвета у ручки. А это... Я его взял не потому, что это... На самом деле, это карандаш. Это карандаш. Но, посмотрите, что же здесь. Это же жемчужина. Вы только посмотрите, какая прелесть. И там есть разные-разные вот такие жемчужины. Ну, то есть, кристаллики. То есть, можно взять с синим, с зеленым, с вашим любимым цветом. Я брал такой. Стоят они там вообще копейки. По-моему, там что-то около 10 рублей. Да, и это самый обычный... О, карандаш. Обычный. Только необычный здесь алмаз. Еще одна ручка. Но не совсем обычная. Это чудо-юдо ручка 3 в 1. То есть, это как просто ручка. То есть, мы куда ее поворачиваем. О, то есть, вот так у нас обычная ручка. О, она пишет прям гелево-гелево. Очень классно пишет. Мне прям эта ручка, наверное, больше всего нравится, как она пишет. И так, спрячем ее, чтобы никто не поранился. И здесь сразу же есть фонарик и лазер. О, посмотрите, как он светит. Наверное, так не надо делать, а то еще матрицу себе прожгу. Ну, как фонарик можно подсветить себе ночью, если там что-то надо заметку им сделать. И можно поиграть с кошкой. Давайте, кстати, позовем кошку. В общем, вы поняли. Очень полезная ручка, если у вас в школе водятся кошки. Вообще зачет. Это... Это что это у нас? По-моему, это какой-то очень дешевый корректор. Стоит тоже около 10 рублей. Корректирующая жидкость 3 мл, быстро сохнущая на органической основе. Честно, честно. Как ты открываешься? Ага, просто вот так. Давайте еще попробуем что-нибудь замазать ее. Да, все замазывает, смотрите. Очень тоненько можно замазать. То есть, если вы получите двойку, то вы можете легко с помощью этой штуки исправить двойку на кол. Так что очень полезная штука. Да, работает хорошо, за эти деньги вообще супер. Чуть-чуть девчачий цвет. Если бы я был модный парень, я бы себе такой купил в школу. И вот, я там таких штук видел очень много. То есть, там есть киви, арбузик, ананас, чего там только нет. Вот такие ручки в виде этих фруктов, овощей и так далее. Я хотел себе взять полностью, чтобы собрать круг, но так и не смог. Их надо слишком много. Их там надо штук, наверное, 50, чтобы круг сделать из них. Но пока норм. О, она такая тоненькая, очень тонкая. Офигенски пишет. Мне очень нравится. Офигенная ручка. И у меня постоянно был вопрос в магазине. Я боялся это проверить. А тут думал, отломаю. Что вот это такое? Она не снимается? О, она снимается. Нифига себе. Чуть сюда может что-то надеть. О, к сожалению, она не пахнет арбузом. Если бы она пахла арбузом. Хотя, может быть, чернила пахнут? Не, вроде ничего не пахнет. Но ручка вообще зачетная вот эта. Так, все. Ручки вроде мы с вами все посмотрели. Переходим ко всяким приколюшкам. Я уже в Галамарте покупал вот такие стерки. Теперь у них появились новые стирайки. Сейчас давайте покажу вам. Там они вообще прикольные. Только как они открываются. Оказалось, все элементарно. Просто вот так открываешь их и все. Так, это у нас стерка-ложечка. Она еще должна... А, да, она вытаскивается. Они такие же конструкторы, как были и раньше. Да, кот, что ты орешь? Это что за яйцо? Какое-то яйцо. Да, смотрите, это как странное яйцо какое-то. Такое яйцо, знаете, фиолетовые утки. То есть там у нас желточек. Может быть, это, конечно, не яйцо. Но это мои догадки. Вроде яйцо. Так, это у нас горошины. Можете почувствовать себя принцесской на горошине. Все горошинки достаются. Ой, какая няшечка-очаровашечка. О, кстати, вчера мы варили кукурузу. И у чуда кукуруза меня преследует. Это очень вкусная кукуруза. Жена сама делала. Смотрите, какой тут бочаток. Бочата. Вау. О, какая кукурузина. Шикарная. И в конце всю эту еду можно подогреть на вот такой... Смотрите, даже эти штучки крутятся. То есть, типа, можно газ увеличить, газ уменьшить. Комфорочку можно вынуть по-любому, да. Вынимается. Сзади вот так тут чуть-чуть выглядит. Стерки, кстати, стирают отлично. Все, можем готовить теперь. Разве это не милота? Когда придете в школу с таким набором, будете самым крутым парнем на деревне. О, горошинка. Не хватает только сковородки. Кстати, сковородки я там тоже видел. Выглядит вообще четко. А, ну я совсем не забыл, что на перемене тоже надо чем-то заняться. А можно заняться мялкой медведем. Вот он, он какой классный. Стоит что-то там 40 рублей, по-моему. Ого, у него глаз какой. Ой, да, как раз. Я уже устал снимать видео, поэтому еще чуть-чуть покайфую. И мы с вами продолжим. Ой, какой милый мишка. Медвежка. Как вы думаете, что внутри этого медведя? Я даже не знаю, что это. Личинки какие-то, какие-то шарики непонятные. Уху-ху-ху. Вообще, вот он обалденный. Кстати, мне недавно кто-то писал в комментариях, что в Галамарт привезли какие-то новые мялки. Но я там увидел у нас медведя, и там еще какие-то были лягушки. Вроде ничего потом. Много не было ничего новинок. Но может когда я сниму еще детские распаковки из Галамарта. За 120 рублей краски гуашевые. 12 цветов. У нас краски дома практически кончились. А тут недорого, что-то нельзя. Видите, тут сколько цветов. Да тут все цвета, получается. Все, которые могут вам понадобиться. То есть 12. Моя жена рисует картины по номерам. Вот такую картину он недавно нарисовал, поэтому краски практически кончились. Поэтому нам пригодятся они. Вот смотрите, как прикольно, да? Жена какая, молодец. На, серьезно. Кстати, если вы хорошо рисуете, то в группу ВКонтакте кидайте свои работы. Я отберу лучшее к себе. К себе в группе ВКонтакте в закупочек сообщения. Кидайте свои работы. Я их выставлю на стену в группу. И вас отмечу. То есть если вы хотите быть популярным художником. Правда у меня там не так много людей. Поэтому подписывайтесь. В общем, краски норм. И тем более вот этот производитель тоже норм. Я что-то слышал такое. Делают в России. Российская Федерация Леонарто. Знаете, есть магазин Леонардо. Это Леонарто. О, вот чего мне не хватало. Я знаю, девочки это обожают. Я в школе это ненавидел делать. Но это очень удобно, когда ты все основные моменты подчеркиваешь. И это набор текст маркеров. Что-то он там тоже 50 рублей, наверное, стоил. О, вот так они выглядят. Зелененький такой. Давайте ими порисуем. Начинаем с зеленого. Я даже не умею ими пользоваться. Ну, подчеркивает. Желтенький. То есть видите, как он подчеркивает. И через него будет хорошо текст виден все равно. Он тоже подчеркивает. Такой неоновый, мне кажется. Немножко. О, и вот этот цвет мне нравится больше всего. Да, но он не такой яркий. Желтый все-таки, мне кажется, прям... Желтый, мне кажется, прям яркий-яркий. А вот этот какой-то пускловат чуть-чуть. В общем, за эти деньги отличный набор. Мисс, Мисс, кс-кс-кс. Хочешь маркер? На. На, понюхай. На. Миссия маркерой одобряет. Мисс ищет лазер теперь ходит. У нее такая всегда... Она когда лазер видит, потом начинает ходить искать его. Набор фломастеров составной. Пять цветов. Вот это я считаю удобно. То есть сразу пять цветов у вас идет. И в такой маленькой колбочке такой. Вот такая пирамида. Смотрите, она может стоять независимо от вас. И давайте протестим цвета. То есть мы берем, отсоединяем отсек. О, да он еще тоже такой, как этот, как подчеркиватель. Смотрите, у него какой этот срез. Прикольно. Потом берем, отсоединяем его. То есть как его отсоединять? А, походу надо сзади начинать. Да, 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 да. Надо сзади начинать. Берем синенький. Вот так синенький пишет. Ну что? О, смотрите, даже можно цвета перемешивать. Ничего себе. Вообще штука прикольная. Если у кого-то есть магнитные доски дома, у меня есть доска из Икеи. Поэтому мне вот такие магнитики пригодятся. То есть можно что-нибудь ими примагничивать. Можно к холодильнику, да к чему угодно. Смотрите, они уже друг к дружке примагнитились сразу из коробки. О, вот так. Набор магнитиков 40 рублей стоит. Очень недорого, я вам скажу. Ой, что-то под... О, вот так они отталкиваются. Да. Вот так. Интересно, можно заставить его в невесомости находиться? Ой. Не, не хочет. К сожалению, они в невесомости не могут находиться. О. Ай. Можем заставить его без... ездить. Ты-ты-ты. А два. Опа. Не, они магнитятся. Все, все примагнитились. Вот такая стопочка магнитиков. Я думаю, в школу даже можно таких купить, учительнице подарить. И-и-и. Не держится. И-и-и-и. Еще один набор текст-маркеров, но уже поменьше. Видите, они, по-моему, тоже подешевле стоят. Опа. Тоже такие же цвета. Желтый, это самый зеленый. И какой-то непонятный. Тестим. Чик. Желтенький. Итак, мне еще учиться и учиться ими работать. Тоже нормальная тема. Набор постель. Масляная. Стоит около 100 рублей. 18 цветов. 18 цветов. Представляете, это, я считаю, очень много. У нас, кстати, мелки, по-моему, даже все и закончились. Вот такой прям пенал при настоящий. У нас, кстати, в Советском Союзе были такие штуки, такие большие пеналы с мелками вообще офигенские. Все о них, об этом наборе о таком мечтали. Так, давайте попробуем достать хоть один. Опа, серенький. О, обалденные. Они такие мягкие-мягкие. Пишут отлично, кстати. Какой еще цвет попробуем? Яркий. О, вот этот. Оранжевый. О, отличные. Офигенские. Пишут вообще супер. Они мягкие-мягкие. Можно, короче, нарисовать ими все, что угодно. С блокнотом особенно от Бабы Яги. Наборчики пластилина. Вот этот пластилин у них сейчас по акции продается по 19 рублей. Модельный. Он прям на Эрик Краузе, кстати, зацените. Это прям, ну, фирмовый. Он очень качественный. Наверное, я из него пока что лепить ничего не буду, но вы видите, сколько тут цветов. Дочка придет, поиграет. Обалденный. А вот этот набор, по-моему, подороже. Около 70 рублей. Но здесь они такие прям толстые-толстые эти мелки. О. А, их тут там 10. А здесь 12. То есть их тут больше. И они такие поболее. То есть они, наверное, веса побольше имеют. Да, такие плиточки. Не буду их открывать, а то они начинают потом быстро портиться, когда их начинаешь мять. В общем, можно слепить вот такую кошку, собаку. Можно слепить мышку. Да кого угодно, то вы слепите. А здесь нужно только рыбок лепить. Да-да-да. Постоянные подписчики моего канала помнят, что я своей дочке покупал такой набор в том году. Теперь появились новые наборы с понями. О, пони. Открываем. Кольцо вам, я думаю, пригодится. Кстати, прикольно так на 1 сентября всем подарить. Или знаете, такой набор на 8 марта всем девочкам в школе подарить. Ну, в общем, вы меня поняли. Здесь идет точинка с пони. Вот такая переливается. Пони. Моа, литл пони. Ну, правда, это не мое литл пони. Здесь стерочка. Тоже в таком же стиле по ней. Ручечка. Ну, самая обычная автоматическая ручка. Она необычная, смотрите, она вот так закрывается. Очень необычная ручка. Ножницы. Ножницы, кстати, мы Милане такие даем. То есть даже маленькие дети, вот в 4 года, они ими нормально пользуются. То есть они, видите, не железные, не пластиковые, но режут хорошо. Вот, смотрите. Ну, не так уж и хорошо. О, ну, поняли. Режут, но надо постараться. Ну, зато ребенок им себе ничего не отрежет такими ножницами. Потом карандаш, который надо заточить точилкой. Видите, он не заточен и ничего. Ну, тоже в таком стиле по ней сделан. И линейка. Кстати, дети обожают линейки. Вот Милана прям берет эту линейку и начинает сюда что-нибудь рисовать. Так что отличный набор. Почему бы и нет? Единственное, что... Зачем это кольцо? Наверное, как-нибудь это вот так. Не знаю, пишите, как вы думаете, зачем это кольцо нужно. Ну и набрал картона, потому что жена моя любит делать всякие поделочки с Миланой. И вот, картон 10 штук. Очень дешевый, что-то я там не помню, сколько он стоил. О, 30 штук, тут разные цвета. Но это еще ладно. Картон, это и в Африке картон. А, там еще были Маши и Медведи разные стили, но я взял миньоны. Потому что миньоны рулят. Тут, в общем, прикол. Есть неоновый картон. Картон цветной неоновый. 5 листов, 5 цветов, неон. Вот он в таких, знаете, неоновых цветах. Очень красиво. Вот если из него что-нибудь делать, получится классно. И есть бумага цветная неоновая, сама клеющаяся. То есть здесь ее отрываете для скраббукинга и так далее. Подойдет идеально. Видите, тут сзади вот эта липкая основа. Отрываем, клеим. Ни в чем себе не отказываем. Ну и прикольный мешочек с котятками. Называется мешок для смены обуви на завязках. 80 рублей стоит. Вы только посмотрите, какое мими-ми-ми. Вот такой мешочек. Видите? Ой, посмотрите, какой он классный. Ну это разве не милота? Будете самыми модными в коле. Ну это, наверное, тоже стиль с котятками. Наверное, больше для девочек. Хотя не знаю. Модные пацаны меня поймут. Мы с такими ходили в школу. Ловы. Мил. Мил. Как прикольно написано. Кул. Ловы. А с другой стороны? А, с другой стороны то же самое. И вот такой он приятный. Такой мешковитый. И вот так затягиваем его по сторонам. Ну как и обычный мешок. О, и все. Это так называемый мешок для сменки. И можно его тоже на спину надеть, как рюкзачок, и нести. Ну вот на этом и все, наверное, ребятки. Очень большой выпуск, наверное, у нас получился. Очень много канцелярии. Всех поздравляю с началом скорого учебного года. Примите мои соболезнования. Всем пока. А, ну и это самое. Лайк не забудь поставить. И подписаться на канал. И колокольчик. И в инстаграм ко мне загляни. И группа вконтакте. Все, спасибо. Ты про духа настоящий. Пока. Бро. Субтитры сделал DimaTorzok